Выпуск традиционно начинаем с Бахмута. За сутки ситуация на внутреннем периметре изменилась мало. ВСУ неожиданно перешло в контратаку в двух точках вдоль улицы Чайковского. Это Медицинский колледж и Индустриальный техникум. Успех принесла контратака у Индустриального техникума. Вагнеровцы вынуждены были отступить из-за огневого воздействия противника, который кроме мощной артиллерийской подготовки применил установку УР-77, которая, обладая огромной огневой мощью и позволила штурмовым группам ВСУ снова завладеть этим важным с тактической точки зрения объектом. У Медицинского колледжа вагнерцам в ходе ночного боя удалось удержать позиции. Для общей ситуации подобные контратаки, которые гарнизон чаще всего проводил ранее вдоль улицы Корсунского, удачно удерживая наиболее уязвимый фланг города последние месяцы, не вносят особого изменения. Проблема ВСУ состоит не только в том, что российские силы имеют внутри периметра перевес практически во всех видах вооружения личного состава, а больше в том, что фланги на внешнем периметре слишком сузились вследствие зимнего насыпления противника, и пути снабжения находятся под его огневым воздействием, что ведет к неприятным потерям на подъезде к городу. На данный момент основной дорогой снабжения стала трасса Т-0504, и грунтовые дороги обустроены с Ивановского прямо в город. По мере высыхания почвы эти дороги станут самыми безопасными и удаленными от флангов. За сутки больше изменений ни на внутреннем, ни на внешнем фланках не было. Основные события вчерашнего дня развернулись у Горловки, где ВСУ удалось создать перевес в силах у Троицкого и ударом фланг вклиниться в оборону противника. Это неприятно в первую очередь психологически, так как за последние месяцы после усиления войска РФ на Донецком фронте только наступали. Это продвижение ВСУ означает, что им удалось не только удержать оборону, но и ослабить противника в наступлении и теперь проводить активные действия, что является тревожным сигналом для войск РФ, которые в огромном количестве сконцентрированы именно на участке от Донецка до Бахмута. Тактической целью атаки ВСУ здесь является село Троицкое. Оперативной задачей, конечно, установление огневого, затем и полного контроля над трассой Е-50, Донецк-Корловка. Также в случае утери Троицкого под ударом с трех направлений окажется Новобахмутовка, где и так ситуация крайне сложная и оборонительные бои ведет 132-я отдельная мотострелковая бригада. На Херцовском направлении ситуация становится сложнее с тактической точки зрения. ВСУ, пользуясь все большим озеленением Днепровских островов, массированно высаживает десант на островах у Новой Каховки. Эти крупные острова покрыты густыми лесами, что делает задачу обнаружения десантников крайне сложной. Замысел командования ВСУ понятен. Мы наблюдаем насыщение всех островов в дельте Днепра десантниками. Этим они заставляют противника нагнетать силы по всему руслу реки, растягивая их на большую территорию от Новой Каховки до Кенбургской косы, тем самым держа в большом напряжении весь левый берег. Не вызывает сомнений, что после начала наступления оперативного уровня в Запорожской области, в случае успешного продвижения там, которое вынудит командование РФ ослабить левый берег и перебросить силы туда, ВСУ начнет десантную операцию. Наиболее опасный участок, конечно, у Новой Каховки, взятие которой откроет ВСУ путь на левый берег через дамбу. Если проанализировать ситуацию в целом, становится очевидно, что в случае неудачного исхода наступления ВСУ летом этого года и окончания Бахмутской битвы, наступательный потенциал обеих сторон будет исчерпан. Тем самым вся линия фронта перейдет на фазу позиционной войны, которая может продолжаться непрогнозируемо долгий период. На данный момент подобный переход к позиционной стадии наблюдается везде, кроме небольших очагов активности, которые носят тактический характер и которые были рассмотрены в сегодняшнем выпуске. На этом прощаемся с вами. До свидания. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Для лучшего понимания ситуации на фронте перейдите по ссылкам в описании.